Праздник Всемирного дня детского футбола Александр Колганов увлекся футболом в раннем детстве. В шесть лет его отдали в спортивную секцию, где зимой играли в хоккей, а летом в футбол. Но тогда юного спортсмена больше тянуло к мячу, а не к клюшке. И на протяжении всей жизни он пронес свое увлечение футболом. Александр Колганов преподавал несколько лет в частной спортивной секции. А в спортивной школе «Икар» работает тренером второй год. Моя самая главная цель, чтобы ребята развивались как личность в первую очередь. Каких-то задач, результатов, высоких достижений нет. Поскольку у нас это спортивная школа. Здесь в первую очередь, чтобы дети занимались, были уличены видом спорта. И как можно дольше оставались в нем. Если у ребят есть азарт и желание заниматься, будут и победы, и высокие результаты, считает тренер. В футбольной секции Александр Колганов уделяет большое внимание личностному росту ребят. Для этого он много общается с воспитанниками, ищет каждому индивидуальный подход. Учит мальчишек взаимопомощи, командному духу и уважительному отношению друг к другу. «Это общение в коллективе, то есть смотришь, чтобы правильное было общение. То есть ребята все разные, ребята все, у каждого свое мнение, у каждого свой характер, воспитание. И ты здесь стараешься их подбивать, чтобы они были одно единое целое. Сплоченный, чтобы был коллектив. Будет сплоченный коллектив, будет уже и дальше, куда будет расти, будет результат, соответственно. В секции футбола юные спортсмены участвуют в соревнованиях различного уровня, начиная с городских мероприятий и заканчивая первенством области. По мнению Александра Колганова, занятие футболом может многое дать для ребенка. И это не только развитие физической формы, но и также мышление, креативность, быстроты реакции, концентрация внимания. Для развития этих качеств в тренировке у футболистов предусмотрены специальные упражнения. Я раньше в детстве смотрела, как играют взрослые футболисты, и мне нравится, как они играют. И хотел так же. И записался в футбол. У меня есть грамота за лучшего игрока турнира новогодняя пятерка. Мне нравится футбол. Тренер хороший, хорошо тренирует. Конечно, проигрываем, но будем скоро выигрывать. Хотел бы получить этот золотой мячик. Мне очень нравится. Хотел бы получить. Ну, а так-то я занимаюсь ради удовольствия, потому что мне он нравится. Перед тем, как записаться в отделение футбола спортивной школы ИКАР на новый учебный год, можно привезти ребенка в августе на предварительное знакомство с секцией. Подробную информацию можно узнать по телефону 99 393 или на сайте ИКАРа икардефиссаров.ру Первенство города по теннису проводится в молодежном центре ежегодно и уже стало традиционным. На корте между собой соревнуются ребята из разных теннисных групп. В этом году в рамках первенства каждый участник сыграл по шесть игр в течение четырех соревновательных дней. Места распределялись по трем возрастным группам у юношей и девушек до 13, до 15 и до 17 лет. Соревнования по теннису завершились в церемонии награждения победителей и призеров. Мне кажется, я играла где-то в средненькое, мог еще лучше. Тут интересно играть, нужно бороться за выигрыш. Какие-то у тебя уже были победы до этого? Да. Вроде четыре соревнования было. Два в другом городе и два здесь. У меня было стремление к победе. У меня было желание победить. Первый раз, когда я пришла посмотреть, что это такое, мне это очень сильно увлекло. Я очень увлеклась этим спортом, потому что это, во-первых, очень подвижный движение, это жизнь. Ну и мне это очень нравится. К этим соревнованиям преподаватели провели с воспитанниками интенсивную подготовку. Юные теннисисты посещали легкий спортивный лагерь, тренировались по несколько раз в день. И усталость не стала для ребят помехой. Каждый из них стремился показать на первенстве высокий результат. До двух часов была одна тренировка. Кроме этого, была тренировка по теннису, тренировка по ФОП и в бассейн ходили. А после обеда, когда лагерь заканчивался, он заканчивался в два часа, еще была тренировка в зале, в спортивном. То есть практически по три тренировки в день. Все очень хотели. Ну, конечно, еще они с учетом хотели, что осенью отборочные выиграть, потому что, как мы видим после отпуска, сразу будут практические тренировки, отборочные на выездные соревнования. Секция тенниса приглашает на обучение на новый учебный год ребят от 7 до 18 лет. Занятия проходят в теннисном зале молодежного центра. На начальном этапе тренеры обучают новичков азам тенниса, а также готовят юных спортсменов к соревнованиям различного уровня. Приводите к нам детей в молодежный центр. Также всех научим. Обучение у нас хорошее проходит. Вот, маленько обучение пройдет, потом в соревнованиях. Ну, какой-то год провал будет, а какой-то год уже лучше будут играть. От года в год все лучше и лучше играют. Так что хочется сказать родителям, приводите детей, не бойтесь. Подробную информацию можно узнать по телефону 99105. Сейчас теннисисты молодежного центра готовятся к выездным сентябрьским соревнованиям. Первенство области в Дзержинске. Звание образцовых коллектив присвоено студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» под руководством педагога Дворца детского творчества Анны Козловской. Соответствующий приказ подписала 20 июня министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Образцовым коллективом «Задоринки» будут до 1 июля 2027 года. Завершился дистанционный этап второго спортивного чемпионата по космоболу 5+, проекта «Школа Росатома». 17 команд дошкольников представили видеосюжеты о работе конструкторских бюро из разных созвездий галактики «Росатома». Видеопредставления команд-участниц оценивали приглашенные независимые эксперты. В итоге в финал чемпионата, который состоится 4-6 сентября в весном, прошли 8 команд юных космоболистов, в том числе Саровская из детского сада номер 30. 18 июня в Чебоксарах состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Игнатьева», которые входят в серию «Королева спорта». Мужчина и женщина разыграли по 13 комплектов наград. Нижегородскую область на соревнованиях представляла студентка с РФТИ Мария Девяткина. На дистанциях 400 метров Мария заняла почетное третье место. 170 спортсменов в этом году принимают участие в 28-м турнире по теннису на призы «Рофиац Униев». Это традиционные ежегодные соревнования, на которые съезжаются с разных уголков России. Два года пандемии не сказались на интересе к турниру. На кортах молодежного центра в этот раз можно встретить представителей 19 городов. Турнир относится к категории «РТТ-тур», то есть это уровень российских соревнований. Турниру присвоена первая комплекционная категория. Турнир ветеранский. Играем личные встречи, играем пары и играем миксты. По мере прохождения личных встреч будут проходить пары и так далее. По мере окончания соревнований будет проходить церемония награждения. Большинство спортсменов приезжают на турнир ядерного центра из года в год. Привлекает дружеская атмосфера и уровень соревнований. На протяжении всех 28 лет организаторы держат высокую планку. Сейчас я всегда возвращаться в город Саров, который очень гостеприимен. И, конечно, эти турниры, которые здесь проводятся, они великолепны. И организация, и атмосфера, и теплота, с которой нас всегда ждут, мы это чувствуем. Клуб любительского собаководства «Акбар» проводит различные городские мероприятия для владельцев четвероногих друзей. Например, в мае ежегодно проходит традиционный ежегодный праздник «Собака плюс я». А в день кинолога у 16-й школы состоялся сбор лакомств для служебных собак. Кинологическое волонтерство само по себе, значит, что мы помогаем собакам. Но мы именно помогаем людям, которые держат собак. Потому что у нас есть волонтеры, которые помогают бездомным животным. Мы, конечно, тоже стараемся по мере возможности, но все-таки больше специализируемся именно на владельцах собак. Мы гуляем с собаками, мы доставляем питомцев в ветру в учреждения, договариваемся с ветвичемницами, если надо. Ну а также доставка зоотоваров, если нужны, то есть корма и еще что-то, помогаем владельцам закупаться. День кинолога в первую очередь – это праздник кинологических подразделений МВД России. Собаки в патрульно-розыскной работе – незаменимые и серьезные помощники. Они нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, для задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения осуществляют обыск местности, зданий, сооружений. Также с их помощью обеспечивают надежную охрану важных государственных и войсковых объектов, охрану общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнение других служебно-боевых задач. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов есть масса учебных приемов. Работаю уже 17 лет. Профессия довольно-таки интересная. Работаю в основном с собаками. Выезжаем на места происшествия, на кражи, разбои, в рубежи. Также есть направление по поиску взрывчатых веществ, поиску наркотических средств. Во время праздника волонтеры собирали лакомства для служебных собак. А дети, гости мероприятия, рисовали рисунки для военнослужащих. Все это передадут Саровской и воинской части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова